Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. 15 раз женился и 14 раз разводился с одной и той же женщиной. 8 знаменитых пар, которые развелись, а потом снова пошли в ЗАГС со своими бывшими супругами. Зачем люди вновь создают семью? С человеком, отношения с которым один раз, а иногда и больше не сложились. Насколько вторая попытка будет удачнее? Это вопрос. Но все чаще разведенные супруги пытаются вновь воссоединиться, начав семейную жизнь с чистого листа. Такая тенденция пришла к нам с запада, где звезды уже давно по несколько раз разводятся, а после вновь сходятся со своими возлюбленными. Владимир и Елена Новиковы Актер Владимир Новиков в сегодняшнем ролике настоящий рекордсмен. Он был женат 16 раз. Да-да, вы не ослышались, 16. С первой женой, ювелиром и художником Екатериной, актер прожил недолго, около двух лет. По его словам, он не хотел сидеть дома, как того требовала его супруга. А вот со второй женой, торговым работником Еленой, Владимир прожил 26 лет. Правда, за эти годы они 15 раз женились и 14 раз подавали на развод. Причем каждый раз думая, что это уже навсегда. Владимир и Елена были очень темпераментной парой. Буквально с первых дней семейной жизни у них летели искры. В основном ссоры происходили из-за ревности супруги. Причем супруги не искали пути примирения, а отправлялись сразу разводиться. Но когда страсти утихали, они вновь сходились и отправлялись в ЗАГС. Так и повелось. Приревновала супруга – развод. Выпил или загулял с друзьями – развод. Бывали случаи, когда Владимир и Елена уже сами не понимали, разведены они или нет. Когда приходили в ЗАГС, ситуацию наконец-то решил исправить их семейный духовный наставник, который посоветовал им перестать мотать нервы себе, окружающим и Господу. Он предложил им обвенчаться. Супруги согласились. И действительно, после церемонии они перестали ссориться, начали жить в любви и согласии. Правда, счастье было недолгим. К сожалению, в 2009 году Елена скончалась от инсульта. Владимир Меншов и Вера Алентова Когда спустя 7 лет брака у этой актерской пары родилась дочь Юлия, супруги продолжали скитаться по общежитиям. Отсутствие денег и своего жилья, недосып и недопонимание – все это приводило к постоянным ссорам между Владимиром и Верой. Когда Алентова получила квартиру от театра и семья наконец обзавелась собственным жильем, супруги надеялись, что ссоры начнут сходить на нет. Но не тут-то было. Актеры были по натуре два лидера. Они не хотели уступать и смириться. Вера постоянно воспитывала Владимира, а ему, естественно, это не нравилось. Тем более он привык к модели семьи, где главный мужчина. А у Веры, наоборот, была позиция, что нужно рассчитывать только на себя, а не на супруга. Они разочаровались друг в друге и решили расстаться. Правда, Меншов попросил не делать этого официально, так как из-за развода ему было бы труднее покидать страну. Практически четыре года супруги жили раздельно, изредка общаясь по поводу ребенка. К слову, Юлия вспоминает эти годы как самые счастливые. Тогда родители пытались уделить ей все свое свободное время. За годы, что они жили порознь, каждый строил свою личную жизнь. И у него, и у нее были романы. Хотя Владимир не единожды пытался воссоединиться с женой. Но она решила вычеркнуть его из своей жизни. Лишь спустя время Вера осознала, что все отношения, которые она пыталась построить, не могли сравниться с их семейной жизнью. К тому же дочь с каждым годом все больше походила на отца. Когда она заметила, как дочь радуется каждой встрече с папой, она поняла, что думала только о себе, не замечая чувств дочери. Многие знакомые пары верили, что когда супруги нагуляются и сойдутся снова. Так и получилось. Впрочем, Алентова считает, что их расставание было необходимо. И если бы тогда они не расстались на несколько лет, то расстались бы немного позже, но уже навсегда. Расставание дало им понять, что они нужны друг другу. И пусть в семье все-таки продолжались частые ссоры и споры, им это не помешало прожить вместе практически 60 лет. Юлия Меншова и Игорь Гордин Существует мнение, что становясь взрослыми, мы копируем модель отношений наших родителей. Да, конечно, это не всегда, но бывает. В этом можно убедиться на примере Юлии Меншовой, которая повторила судьбу знаменитых родителей. Со своим супругом-актером Игорем Гординым Юлия развелась после рождения двух детей. Их брак дал трещину, когда карьера Меншовой начала стремительно идти в гору. Тогда Юлия и Игорь приняли решение разойтись. Экс-супруги жили порознь 4 года, а потом встретились на съемках одного фильма. Актеры начали проводить много времени вместе. К тому же, к этому времени у них произошла переоценка ценностей. Они поняли, как важно сохранить семью. Актеры начали относиться друг к другу более нежно, бережно и с пониманием. Эти изменения привели к повторному браку. Для них, как и для родителей Юлии, это расставание стало неким спасательным кругом их отношений. Сергей Жигунов и Вера Новикова Об этой скандальной истории, пожалуй, слышал каждый. Спустя более 20 лет брака Сергей ушел от жены и детей к актрисе Анастасии Заворотнюк. Сначала между главными героями ситкома «Моя прекрасная няня» начался банальный служебный роман. Но когда супруга узнала о нем из СМИ, произошел развод. Около двух лет вся страна следила за новой парой, но ничего серьезного из этого не вышло. Нагулявших Жигунов решил покаяться перед супругой и вернуться к ней. После долгих разговоров и извинений Вера нашла в себе силы простить неверного супруга. Спустя два года после развода экс-супруги отправились в ЗАГС. Правда, в этот раз их брак продлился 11 лет. Но в 2020 году они снова развелись, а спустя год актер женился на журналистке Виктории Ворожбит. Впрочем, этот роман и послужил причиной развода этой пары. За годы семейной жизни супруга Михаила Боярского, Лариса Лупиан, не единожды намеревалась подать на развод. Такие порывы у нее возникали в основном в юные годы, когда Михаил был вспыльчивым, грубым, много выпивал и даже ей изменял. Несколько раз Лариса подавала заявление, но супруг клялся в любви и обещал исправиться. Каждый раз она ему верила и собирала заявление. Немногие знают, но Михаил и Лариса все же однажды развелись. Правда, фиктивно. В 1985 году встал квартирный вопрос. Боярскому нужно было поменять квартиру мамы. После этого они долгое время жили официально в разводе. Пока в 2009 году актер не предложил вновь оформить официальное отношение. Боярский боялся, что если с ним что-нибудь случится, то Ларису достанут расспросами об их отношениях. Роман Костомаров и Оксана Домнина У семейной четы фигуристов Романа Костомарова и Оксаны Домниной также был трудный период в жизни. Спортсмены воспитывали дочь, занимались карьерой, и вдруг Оксана влюбилась в актера Владимира Яглыча, с которым она участвовала в телешоу «Летниковый период». По словам Оксаны, она долгое время боролась с внезапной любовью ради семьи. Но все же чувства взяли вверх. Оксана ушла от Романа и даже собиралась выйти замуж за Владимира. Однако у новоиспеченной пары что-то не сложилось. Спустя год после расставания Роман и Оксана снова сошлись, а спустя несколько месяцев вступили в брак, а через два года у супругов родился второй ребенок – сын Илья. Виталий Гагунский и Ирина Маирко Актер Виталий Гагунский расстался с супругой Ириной Маирко буквально накануне рождения их дочери Миланы. Тогда 30-летний Виталий заявил, что не готов к отцовству и еще хочет погулять. Гулял он недолго, так как встретил новую любовь и женился на ней. Правда, спустя год супруги развелись, и Виталий вернулся к Ирине и дочери. Виталий и Ирина начали снова жить вместе, а вскоре сыграли пышную свадьбу. Правда, спустя около двух лет супруги вновь расстались. А навсегда это или нет, время покажет. Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова Певец был жена четыре раза. С третьей женой у них большая разница в возрасте. Третьей женой стала Екатерина Трофимова. Многие считали, что именно с ней он остепенился и нашел свое счастье. Правда, спустя 17 лет совместной жизни певец познакомился с 27-летней красавицей яхтсменкой Светланой. Владимиру нравилось проводить время с молодой девушкой, им было весело. Правда, вскоре 64-летний певец почувствовал, что возраст дает о себе знать, и он не может так же веселиться, как его молодая подружка. Да и он заметил, что Светлане нужны от него лишь деньги. Тогда Кузьмин понял, что тоскует по своей заботливой, хозяйственной и домашней бывшей жене Екатерине. Недолго думая, он решил попробовать вернуть бывшую супругу. Он пообещал перестать пить и поклялся, что никогда ей не изменят. Женщина сначала потомила бывшего своими раздумьями, но потом все же оттаяла. В 2019 году Владимир и Екатерина снова начали жить вместе, а спустя год снова отправились в ЗАГС и даже обвенчались. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Возможно ли дважды идти в одну и ту же реку? Всем огромное спасибо за внимание. Желаем всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч, Божие благословения и всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...